так окей ребята всем привет меня зовут валентин добро пожаловать ко мне на канал руки ноги channel поехали сегодня этот выпуск будем посвящен второму году прошедшему войти да войти войти второй год первый выпуск я снимал в косовском замке или дворец пусловских в отцевич вы в отцевическом районе беларуси сегодня мы находимся в замке мальборг в польше это поморское воеводство и это самый большой замок из кирпича в мире то есть если вы хотите посмотреть это и вот откладываете то обязательно прийти сюда если у вас это не было в планах то залетайте сюда берите аудио гида рекомендую вот мы сейчас прошли часть пути и это было просто клево отвал башки есть на русском на английском на польском на немецком на французском на многих языках и на украинском здесь в том числе есть поэтому мы сейчас друзьями здесь гуляем пока они решили сделать перекус я понял что мне есть 10-15 минут чтобы отснять это видео для вас прошел еще один год мой в айти и соответственно я сделал некоторые выводы для себя мне прилетело буквально несколько вопросов что-то поменялось мои впечатления вот так что готов ответить все так же интересно как в первый год у меня сейчас нету конечно такого дикого восторга который был когда я впервые запустил автотесты на я до повторюсь что я занимаюсь автоматизированным тестером когда только-только я учился у меня был дикий восторг когда видел что в браузере что-то делается магия какая-то происходит сжимаются сами кнопочки заполняются форму это было просто бомбически я смотрел это огромными глазами сейчас я просто воспринимаю это гораздо спокойнее и понял что чтобы держать какой-то интерес работе мне нужно делать какие-то разные задачи то есть если я буду просто писать тесты осмотреть это мне тоже не супер пупер так интересно как было поначалу сейчас какие-то интересные задачи планетам настройки пайплайна до посмотреть какой-то мощного инструмент как это генерируется сделать какой-то новый репорт или отчет о том как проходят автотесты да пошел какой-то новый инструмент на где-то вот я сейчас участвую в менторинг программе до когда я уже передаю свой опыт знания другим людям и подсказывал где-то каких-то сложных моментах это да это мне интересно сейчас я в рамках компании часто в пиар-функции в рамках отдела то есть всевозможные интересные activity которые у нас проходят это да это вот моя часть работы сейчас и я понимаю что возникает интерес к тому чтобы участвовать в собеседованиях то есть не самому лично хотя это тоже полезный опыт а собеседа людей на работу вот это да это прикольно поэтому если бы занимался вот сугубо вот просто написание авто тестов наверное уже по прошествии двух лет у меня персонально интерес бы снижался почему потому что однобразие работа она как-то усмиряет пыл если у вас не так пожалуйста пишите в комменты поделите свое мнение насчет того как это происходит у вас как насчет выгорания давайте определимся на что значит выиграть я сталкивался с несколькими понятия которые связаны с процессом выгорания первое это то что вы просто выполнять однотонную монотонную работу и вы просто теряете интерес к тому что вы делаете соответственно происходит такое уныние когда ты делаешь одно и то же да то есть грубо говоря стоишь цеху и пакуешь одну и ту же коробку в течение 12 часов и это происходит в протяжении нескольких месяцев и лет конечно это не супер-пупер интересно поэтому я для себя понял что нужно переключаться на какие-то другие задачи то есть менять тип задач который ты можешь сделать в течение дня я понимаю что если я буду сидеть вот целый день за рабочим местом не делать переживы которые я понял для меня жизненно необходимы то в конце дня я буду чувствовать себя просто какашка то есть я понимаю что просидеть за компьютером целый рабочий день там делать какой-то перес на обед и опять сидеть это для меня убийственно поэтому в этом плане я предлагаю переключаться на другой вид активности в рамках своих задач и делать перерывы в плане активности на своей работе и почаще гулять выходить на свежий воздух это помогает освежиться и быть в тонусе второй момент процессовой грани может быть том что ты можешь делать какую-то задачу очень и очень долго это значит что ты можешь над этой задачи работать день два три неделю но ты не видишь результат результата нет то есть твои усилия которые ты вкладываешь они идут в пустоту как работает таком случае когда ты просто не можешь видеть результаты конечного непонятно что там будет в конце или результат но настолько туманен что ты не можешь обрисовать себе цель но в таком случае вот я сталкивался с задачей подобного рода она была для меня достаточно сложный комплекс а я приключался где-то на ручное тестирование где когда нужно было команде просил помощи у кого-то чтобы эту задачу быстрее завершить и таким образом старался как-то ее переформулировать для себя и делать ее но немножко другими путями другом контексте и когда я наконец-то завершил то это было максимальное облегчение то есть когда я уже подошел концу завершения такой вот задачи я чувствовал что ну просто какая-то жесть я понял что достаточно большие комплексные задачи следует разбивать на небольшие под задачи то есть поначалу составить симфон что ты знаешь что ты умеешь чего-то не знаешь чего ты не умеешь и разбивать такие задачи на мелкие то есть дробить задач это нормальный подход это позволит видеть какой-то промежуточный результат быстрее и таким образом сохранить какие-то сохранить хоть какой-то тонус хвалить себя за то что чувак у тебя есть результат все нормально будь спокоен и все будет хорошо здравствуйте здравствуйте мусики пропуск давайте окей следующий вопрос который мне поступил что по поводу денег по поводу денег могу сказать следующее что зарплата растет да то есть я проходил обучение у меня была призвана стипендия потом не был пробный период я получал зарплату половину от жуновской потом я получил уже полноценную зарплату потом через год мне был пересмотр потом у нас совершился переезд в польшу соответственно был опять небольшой пересмотр и следующий пересмотр уже зависит от того насколько ты будешь активен в том что ты делаешь свою работу какой объем ты этой работы делаешь то если тебя что-то не устраивает то пожалуйста приходи к своему начальству хотя честно говоря ребята я очень стесняюсь использовать слово начальство и босс в айтишке потому что по мне она не обозначает тут уровень отношений которые существуют я не чувствую таких очень жестких границ которые обозначают что ты это ты вот ты работник мелкая пешка вот твой босс твое начальство ты не можешь ним нормально говорить так как с товарищем или попросить какой-то помощи если тебя что-то не устраивает ты пожалуйста иди к своему следующему до руководства следующей ступени и обсуждать эти моменты вот что я для себя понял что уровень твоего дохода он со временем растет второе что если тебя что-то не устраивает мне нечего об этом молчать если тебя не устраивает твоя зарплата пожалуйста иди обсуждаю нечего тяну до того момента когда ты говоришь знаете я буду увольняться то есть если такие моменты наступают иди обсуждаю не надо ничего терпеть это совершенно нормально просить за свой труд соответствующую оплату в разных компаниях я так понимаю что поговоришь с разными ребятами это происходит по-разному кто-то в конце концов приносит оффер мы говорят слушай не увольняйся там мы тебя поднимем кто-то просто приходит и говорит ребята я уделал такой-то объем задач пожалуйста мне поднимите у кого-то этот процесс не формализован то есть поднятие происходит ну тогда когда ты решишь у кого-то происходит это раз год у всех по-разному однако я думаю что это должно быть оправданным то есть приходить и говорить ценные с потолка что я хочу вот такой-то уровень зарплаты почему ну потому что это не очень хороший подход как по мне другое дело если вы понимаете свой опыт вы понимаете что предлагают на рынке и вы понимаете что здесь что-то не так то пожалуйста беседуйте с теми кто вам платит деньги и тогда будет результат я так думаю что насчет синдрома самозванца чтобы дать немножко контекста что же такое чувство самозванца это такое состояние насколько я это понимаю когда ты работаешь и ты можешь выполнять какой-то объем задач но принципе ты чувствуешь что как-то ну ты не достоин что ли этого ты вот делаешь работу твой внутренний голос тебе говорит что слушай как-то ты ну делаешь мало да или тебе платят за что или вот меня награждают а за что типа я жить ну я не так много сделал вот это чувство которое в тебя вот вкрадывается она может достаточно сильно расти постоянно в тебе присутствовать могу сказать что здесь она имеет место быть я чувствую это в каких-то моментах ты просто сравнивать себя с другими или что блин ну кто-то делает больше это такой ну как бы ребята там до чувство что может я должен сделать еще больше но однако я себя немножко в этом плане подстегиваю что послушай товарищ ты же делаешь объем работы чел вот ты сделал это 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 и это неужели это обозначает что ты ничего не делаешь или что ты не достоин оплаты труда который тебе платят то есть проходит день вот 2 3 4 неделя спринт да то есть две недели спринт это короткий временной интервал в течение которого скрам-команда выполняет заданный объем работы спринты лежат в основе методологии скрам и agile и правильный выбор спринтов поможет вашей agile команде выпускать более качественное программное обеспечение без лишней головной боли проходит еще две недели объем работы выполняется может есть какие-то определенные требования к себе что я должен делать больше но этом уже надо разбираться ребята тоже психология почему ты требуешь от себя больше почему-то считает что ты не достоин того что тебя хвалят награждают или тебе платят тупо деньги если получается что у тебя за какой-то пружину так времени но есть производительность твой заказчик доволен команда довольно только ты собой недоволен ну это уже другой разговор да то есть ребята нужно пожалуй сходить психологу поговорить если вопросы у себя так и не находятся и ты не можешь решить какие-то проблемы с собой в себе то это нормально на мой взгляд на нормально сходить с психологу который тебе расставит в голове что же не так я совсем небольшим какие-то чувства самозванца уже нашел способ как бороться поэтому если же у вас такой процесс возникает возможно мои слова помогли чем-то ну или нужно дополнительно помощь обращаться за помощью это совершенно нормально продолжаем собственно с вильнюса в замковой горы с башни гедмина которая от меня рядышком находится общаешься ли с коллегами из других компаний общение с моими друзьями с других компаний позволяет мне взглянуть шире на рынок труда что люди делают в моей профессии других компаниях какой у них список обязанностей как у них построены процессы и как у них построены проекты чего хватает а чего нет подметить для себя какие-то плюсы и минусы как там в их работе так и в своей и делать после этого какие-то выводы да то есть опять же вот эта интеркоммуникация она ну позволяет немножко вылезти из своего кокона если только фокусируется на себе своих проблемах то сложно понять как же происходит других людей потому что люди переезжают в другие страны работают на других заказчиков с другими продуктами где-то ты можешь думать что вот мне тут достаточно неплохо хорошо а где-то еще лучше или можешь думать что у меня плохо но в то же самое время на другие какие-то проекты могут быть вообще жесть и находя как это баланс для себя ты понимаешь стоит тебе двигаться куда-то или нет сравнивая 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 и анализируя то есть анализируя то как происходит в целом по рынку труда по другим компаниям я могу понимать на том же месте на своем месте или нет хочу чего-то большего или не хочу хочу другую зарплату хочу другой проект хочу как что-то еще какие-то технологии пропал попробовать или нет потому что находясь на том месте рано или поздно мне кажется это может вести к определенной стагнации не останавливайтесь на достигнутом какой самый большой минус в работе сидячий образ жизни вот это очень большое зло для меня сейчас опять же будем честными это не только касается эти сферы но и других сфер тоже какой-то необходимо постоянно двигательная активность нужно делать себе перерывы да я упоминал видео еще год назад что я стараюсь самолет полетел я стараюсь сделать перерывы по правилу помодора 25 минут работать 5 отдыхать но знаете что сейчас это уже не работает я у меня вибрирует фитнес-браслет что ты чувак уже час сидишь и я не всегда встаю и иду как раньше я фокусируюсь на задачи такой так и сейчас доделал доделаю но это ведет к обратному эффекту то что ты если не доделал счет это засиживаешься до такого состояния когда вроде бы еще рабочий не закончился а ты уже все чувак ты уже высушен ресурс твой уже на сегодня исчерпан и ты ничего больше не хочешь делать и в этом конечно проблема твои впечатления от переезда какое-то перемещение до между городами сейчас счетом того что мы переехали в польшу и возможность посмотреть как работают там мои друзья в германии в чехии в той же самой польше в литве в беларуси какие у каждого условия ну ты можешь принципе понимать свое место где-то в мире понимать что ты можешь чего-то даже больше для тебя не страшно куда-то передвигаться дальше попробовать подучить язык справиться с каким-то какой-то новой адаптации другой стране но опять же когда ты только начинаешь что проходить ты понимаешь что это достаточно непросто особенно если ты не знаешь языка и по поводу языка я здесь добавлю что когда я учил его в школе английский то я в целом достаточно неплохо делал все задания которые мне давали делал определенные проекты да там знал алфавит но с временами мне были проблемы да вот пасим по президенте по фьючер present continuous и и другие ребята здесь я даже не знал зачем мне это надо я это не очень любил но принципе с задачами с теме я справлялся но только тогда когда ты куда-то переезжаешь где-то начинаешь английский использовать постоянно еще начинаешь еще тоже польский кто-то там литовский кто-то чешский кого-то немецкий учить ты вот находясь только в этой среде можешь осознать для чего же он тебе пригодится не только понимать какие-то словечки относящиеся гаджетом или в играх но в реальной жизни нужно попробовать его учить вот именно в той среде где ты находишься то есть если ты лучшего в школе то занимаюсь даже с репетитором смотря фильмы музыку это все здорово но нужно выезжать куда-то на какие-то определенные курсы да там я ехать в англию в сша на мальте там учить этот язык во францию уезжать куда-то учить вот это будет тема потому что как упомянул мой товарищ а он работал при миссии он если правильно помню с французским языком в марокко он там работал около пяти лет и после того как после этой работы еще некоторые учебы в другой стране он приехал собеседоваться в беларуси в компанию его собеседовала девочка и чар которую там знала то и это у нее было много дипломов она хорошо закончила но он когда начался не говорить осознал что и она его должна собеседовать а он ее должен собеседовать исходя из того что он уже знает и умеет поэтому практика практика еще раз практика максимально применимо в той среде где она используется сейчас кстати говоря я нахожусь с командой в гаги на побережье где он тут покрытой террасе так вот продолжение нашего с вами беседы я так понял для себя что идеального момента никогда не будет когда я научил обучаться в девятнадцатом году в конце девятнадцатого и в двадцатом встала корона то мне казалось что я выбрал не самый удачный момент для того чтобы стартануть свое обучение и казалось что все будет что впереди какая-то жопа неопределенность с работы нету нужно учиться нужно что-то делать и придумать но в итоге я вам сейчас скажу что находясь 2022 я понимаю что хорошо что я начал это еще в конце девятнадцатого и продолжил двадцатом по прошествии двух лет вот мои работы не такого же большого карьерного пути я понял что вкладываться себя это сложно но это имеет свой вес и свою отдачу потому что когда я глядываюсь назад и смотрю что я знал тогда что знаю сейчас и какой-то дает эффект и где нахожусь и какие-то дает мне границы или наоборот их расширяет и меняет это очень классно осознавать это потом как бы там не хотелось но этого это делать надо если вы желаете чтобы как-то будущее пошло другим путем потому что очевидно что делаю то же самое ты не можешь получить другой эффект от происходящего нравится удаленка одновременно плюс и минус в том что ты можешь работать откуда угодно то есть не так что ты вышел например из завода до самый яркий будет пример тебя там стоит станок вот станок дома станка нету ты не можешь дома что-то делать конечно это можешь уносить с собой какие-то мысли об этом но работать ты дома не будешь а здесь удаленной работой доказать только антички понятное дело но и других форматов тут такие волны ребят сори тебе приходится подстраиваться и порой работать и из дома из отдыха если какие-то критические моменты в твоей работе возникают но как правило я хотел выпуск честно говоря и у меня не возникало моментов таких что не нужно резко кого-то под суппорта то есть какая-то поддержка в плане работы как правило все это распределялось так что мне не нужно было резко выдергиваться но работа с тобой будет везде куда бы ты не направился если это удаленный формат завершая свои мысли о работе и об каком-то небольшом и копившемся опыте хотелось бы сказать что вкладываться всегда сложно до видеть перспективу всегда сложно я могу пару примеров наверное привести когда вот у меня один мой товарищ работал днем вечером ходил на курсы делал какие-то домашки и в итоге получил достаточно неплохую работу переехал в другую страну и чувствует я думаю себя достаточно неплохо или пример еще одной подруги которая работала в сфере медицины ей приходилось совмещать свои работы и дневные и ночные смены делить как-то с мужем уход за ребенком и кроме этого всего учиться и я так понимаю что давалось очень непросто когда тебе нужно посреди ночи там вставать твоя смена сидеть ребенком или твоя смена учиться ну а муж делает противоположное ну и соответственно поменять свой мир быть очень сложно обучение и вкладывание себя она дает отдачу не так быстро но весьма заметно в перспективе ну и в завершении вот можете посмотреть на ребят которые чего-то добились жизни вот и просто чилят ну и заодно посмотреть на северное море на девочку которая беззаботно радуется жизни всем спасибо за просмотр и всем пока